у нас модификация 8051 с это у нас уже новый вариант то есть вот до этого мы производили вот шоссе 8 на 8 смазовской кабиной вот по сути это тот же самый автомобиль только старый модифика но здесь кабина че это масса это еще маза с ними было достигнуть соглашение таких нету кабину получали ну кстати у камаза тоже немножко получше стало как вот это вот раньше тоже железо головы было ну да группу покрывать антикор есть даже не особо вопросов нет ну вопросы по эргономике скажем так и по комфорту с собой кабины потому что люди вот на тех же самосвалах работают 22 часа в смену то есть у них перерыв только на обед и на пересменку между вахтами из машины не вылазит поэтому хочется уже управлять комфортно а вот еще заметил момент здесь то есть на той машине континенталь шили а здесь как правильно бунтаер бунтаер да это китай но это самарская фирма разработала и изготавливать сейчас это вообще сам до бренду на российский вот машины производства налажены в китае но я на самом деле про эти колес уже не первый раз слышу и вроде как их вообще хвалят очень это единственные колеса которые восемь с половиной тонн не 88 то есть точно 8 мишлен ставили мишлен их по моему даже ставят ну как бы без зазора совести на все иномарки на серии нормально ходит да даже основной заку заказчик сургуте который раньше просто принципиально все вычеркивал со словом китай вот пересмотрел и ради этих колес убрал эти слова можно называть основного заказчика сургута или все так догадаются не ну все так наверно догадаются баха интересно понятно все автомобили к логического класса евро 5 с другими права производить ну то есть не стоит задавать вам вопросы что вы делаете когда вам приходит клиент с просьбой отключить мочевину ну всем понятно что вы делали идем я смотрю у вас даже как бы уже немножко отличается вот от той машины вас больше появляются детали оцинкованных я просто не заметил то есть вот защита фар получается этот фонари заднего хода у вас дополнительные стоят да но это даже не задний выход фонари освещения рабочей площадки да да то есть когда погрузка самосвала идет водитель включает кнопки освещения и как бы видишь что у него происходит был недавно на выставке comtrans заметил интересную тенденцию уже многие производители правда лесной техники они все свои настройки полностью оцинковывают то есть они ушли от покраски они цинкуют но правда на драмнике то есть машина остались как бы понятно как они выходят завода у вас не было мысли не просчитывали экономику может быть имеет да может быть имеет смысл цинковать ну уйдете от подготовки да то есть не надо готовить не надо не надо красить и собственно она будет лично понятно что наверное она будет дороже насколько дороже не просчитывать нет я думаю даже об этом еще и не задумываю туда наверное зависит от размеров скажем так да ванны под этот ну а вот я первый раз увидел значит оцинкованные значит есть был хабаровске там фургоны делают да то есть на драмник оцинкованный и 2 вас на вот на ком трансе и собственно если обратить внимание вот импортные полуприцепы шоссейные да у них рама оцинковал там да вот эти все да да тут надо сказать из головы все сразу вылетел вел там что-то у нас шмидц кёгель ну да то есть крона да у них идет оцинкованная рама то есть и самое то что они на буш там бушке потом на вторичном рынке очень не ценятся по той причине что они внешний вид у них сохраняется то есть у вас такая получается так как правильно отверточная сборка называется нет у нас есть заготовительный цех есть цех сварки из цех меха обработки просто ним пока не в этом месте находится на других площадях в дальнейшем он окажется уже в новом цехе вот тоже допустим самосвальный кузов вот видите да можете обратить внимание тут балансир немножко другого другая раньше это мы просто брали применяли готовый балансир нам тоже китайский вот ну вот потом от этого ушли разработали свой собственный как бы сейчас уже применяю вот самосвальный кузов тоже собственного производства а я вас на рекламе видел или на сайте у вас есть кузов который полностью закрывает кабину на карьер на его на карьер да 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 то есть носил а вот по цементе когда да это вот сделано для того чтобы если что-то там вывалится чтобы не дай бог да не разумеет не смело вместе с водителем потому что там камни бывают а там толщины какие на кузове используются 12 основания и восьмерка борта тоже стали там уже пожелание заказчика можно из отечественного можно из высокопрочной за со стойкой сделай но стоят силовые агрегаты вича и вот с коробкой как раз fast it and да ну да мы здесь уже стыкуем эти коробки вот как раз вроде как бы двигателя одинаково но они разные это 12 литровый двигатель стоит это 13 литров 13 литровый 500 сил мы его используем больших машинах 8 на 8 это под машину 6 на 6 идет это 430 тут идет 12 ступенчатая коробка есть уже статус ступенчатая коробка немножко с большим проходным моментом с тросовым приводом переключения передач система common rail до двигателей почему тросик вот же тут же тяга нет ну нет тросик а вас потом ставится рычажок еще и второй тросик подводится на выбор передачи для на включение это на выбор а тросик лучше чем тяги ну да то есть тягу еще нужно и грубо говоря выстроить всю эту геометрию чтобы подвести рост и укладываешь подводишь цепляешь но его там не надо с ним ничего не происходит не растягивается да нет то есть ну на самом деле практика показала до что эти наконечники шаровые на тяги они быстрее вылетают чем троса по гидравлике не сказали какую гидравлику используйте и длину то него италия и голландия получил да да самый скажем так проверенный вариант собственно я как бы осмелюсь задать вопрос почему собственно если узлы и агрегаты все в основном китайские почему гидравлика той итальянская голландская да очень просто потому что она себя уже зарекомендовал на севере в этом плане китайцы пока еще не подтянулись до нужного уровня мы не готовы переходить на китайскую гидравлику гидравлика пока китайская не расскажите собственно как происходит бурение скважины там цементация весь процесс вот этот что какие трубы достают какие оставляют скважин это разные вещи времени вы сейчас немножко попутали ремонт скважин это когда одни трубы достают другие вставляют это называется ремонт скважин при бурении идет бурение с нуля сначала разбуриваются прямой ствол как направление идет спускается обсадная труба цементируется труба дальше идет я вас перебью то есть буровое оборудование его вынимают его там не оставляют правильно бурое оборудование находится на шасси на шасси но вы благодаря чтобы туда бурить то у нас бур самом низу буровая головка да идут штанги штанги надставляя ну естественно что это скважину пробурили все то есть до определенной глубине нашли нефть значит спустили обсадные колонны а то есть пока штанги буровые не вытащили нет вытащили а вытащили всех вытаскивать одну колонну спускает на глубину на все обсадную колонну металлическую трубу от цементирует в каком месте то есть между трубой и стенкой куда раствор цементировочно загоняем ли не идет это между трубой и стенкой когда там же разные у них это способы брения то есть я все способы вам не смогут над геологом быть а я мыши на стрейке дать но не важно самое главное то вот вот это расстояние цементирует мы мы опустили туда трубу грубо говоря вот чего посмотрим это у нас стенка скважины да то есть в это пространство загоняется цементировочно все я понял ну то есть у нас получается что в скважине всегда остается обсадная труба металлическая вот а тогда вопрос по ремонту что именно ремонтируется а потом спускают трубы по которым уже качают нет понятно эти трубы у нас изнашиваются со временем потому что там серый водород агрессивность я вас перебью это не те трубы которые потом у нас тут везде продают на столбик и вот для значит собственно извлечения этих труб да и опускания новых и вот эти навески и нужны которые ставятся на ваше шоссе ну все разобрались немножко трубы как-то скважины бурят как цементирует как достает нам рассказали что в скором будущем будет сдаваться машина семиос на то есть получается все оси будут ведущий 1414 вот это уникальный автомобиль то есть он будет длиной где-то по 20 метров до 18 тону по 20 одиночная машина длиной 20 ну 18 метров с копейками да то есть думаю всем будет интересно посмотреть то есть это тоже под спец настройку под какую-то пробу установку даже подбора а под буровую от буро уже конкретно не под ремонт на какую-то подборами набрала тяжелая причем тяжелого класса по 250 до тонн там одна буровая 250 тонн усилие на крюке а на крюке спасибо огромное значит ли вы приглашаете в гости без проблем наши двери открыты ольга чё поехали пригласим на что новенькое я под впечатлением честно и тут здорово сделано кстати лишь руководство ходит вот так по коридору смотри что все работали чтоб никто не мухлевал лишь сразу видно если кто-то будет мухлевать сразу будет видно классно чем такая вот у нас получилось такой вернее у нас получился приятный обзор очень интересное предприятие в городе мяс не знал я ничего о нем такого что вот она в таких масштабах то есть все думал гораздо проще поэтому я под таким очень приятным впечатлением это радует что у нас в россии развиваются предприятия машиностроительные очень бы хотелось конечно чтобы они развивались более быстрыми темпами но к сожалению ну скажем так от одного товарища я как-то слышал что лучше со скоростью черепахи идти вперед до чем со скоростью света придумывать все оправдания почему стоишь на месте поэтому желаем и заводу тяжелых машин и вообще и вообще всем предприятиям отечественным развития есть над чем работать есть куда идти но на этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся подписывайтесь на наш канал ставьте лайк ну и собственно обязательно репостите эту видеозапись сейчас еще новую скажу новую фразу выучил значит лучшая награда для для нас лучшая награда это лайк подписка и репост вот так вот иномент不 репост Продолжение следует...